МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь отзначила День Великой Перамоги. Святочными мероприемствами был охопленный кожный куток Могилевщины. Больше за 45 тысяч человек вышли на улицы областного центра, чтобы ушановать память герою, которые смогли за наш мир. И своим подвигом продемонстрывали урок с заправдной мужности и адваги. Тему протягне Алена Милюшчанкова. Тысячи горожан и гостей города от мала до велика с самой ранницы собрались на площади Ленина. Бо это надто каштонная для кожного из нас традиция. Я каждый год прихожу на этот праздник. А в памяти своем дедушке Шкуранков Иван Андреевич. Он воевал в Великой Отечественной войне. Для него это был самый дорогой праздник в жизни. В свои молодые годы он отдал войне. Каждый год стараемся не пропускать. Всегда приходим, показываем деткам нашим, рассказываем историю нашей семьи, как у нас воевал наш дедушка Дубонос Дмитрий Игнатьевич. Очень большой праздник. И это память о наших родных, которые сделали так, что мы сейчас живем. Самые гоноровые гости на святе ветераны Велика Отечественной. На жаль, их засталось совсем мало. А леяны с радостью делятся мудростью. Чтобы было счастье у народа, надо трудиться, трудиться и трудиться. Результаты труда только приносят счастье. Война счастья не приносит. Мира, мирного труда, здоровья. И чтобы мы не последний раз встречали этот праздник, а продолжать и в дальнейшем встречать и с вами встречаться. Гэтый день вельми дорого каштавал нашим прудкам. И гэта тое, что мы не повинны николе забывать. Нет такой семьи, которая бы не понесла потерю или утраты в той великой Отечественной войне. Войне, по сути, за мир на планете. И я безмерно благодарен, еще раз повторяюсь, нашим ветеранам, которых, к сожалению, сегодня становится все меньше и меньше. И меньше тех людей, которые были живыми свидетелями великой нашей победы, той бесчеловечной войны. И сегодня перед всеми нами стоит огромная, колоссальная ответственность за сохранение правды, настоящей правды. И мы все должны сегодня делать для того, чтобы быть достойными наших отцов, дедов, прадедов, сохранить память, сохранить историю и доказать всему миру, что мы настоящие, что мы истинные белорусы, что мы народ победитель. С повагой до великой перемоги в этот раз на площади собрались самые маленькие горожане, амаль 250 выхованцев детячих садов города. Парадом перемоги яны открыли соправдное народное шествие «Беларусь памятая». Да и долучился марш воинских частей Могилевского гарнизона яши тысячи-тысячи могилевчан. С днем перемоги гучало практически на каждом кроку. Это праздник всей нашей страны. Спасибо нашим ветеранам, дедушкам, бамбушкам за мирное небо, за процветающую страну для наших деток. Это очень большой праздник. Я счастлив, что в нашей стране до сих пор его отмечают. Это великий праздник. Это счастье для всего народа нашей республики. Удельники ура 6-го 6-я дайшли до площадки славы. Митингом и патриотичной акцией народное ускладание открыли другую участку святкованья. Для Могилевшан и гостей города прагучал концерт «Голос земли». Большая из беларусов, калечуясь про великую очинную войну, отшувают гордость за свой народ. И Могилевшане сошлись умеркованья, что День перемоги уже давно не просто свята памяти про великий подвиг наших протков. Это нагад и мотивация молодому поколению заховать незалежность Беларуси. Алена Милешанкова, Леонид Сикорен «Новина региона». Молодежный флешмоб «Переможный вальс» пройшел на пляце у цикаля Могилевского специального дома ветеранов состарелых и инвалидов. Танцы закружились активисты БРСМ, школьники и студенты. Серед глядачов ветеран великой очины войны Федор Иванович Кривоногов. Зараз ему 98 годов. От его святочный день пожедания молодому поколению. Успехов в труде будьте преданы нашей Беларуси. День Победы для меня это память о погибших, память о родственниках моих, память вообще о всех людях, память о трагедии. Святкование дня Пирамоги в Могилеве завершилось концертной программой памятаем сердцем. Сяроду дельнику, выканавцы Могилевы и заслуженный коллектив Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос». Это очень святой и очень важный праздник. Мы сегодня не могли бы идти этот день. И очень важно, и для нас это очень приятно, что мы сегодня оказались в Могилеве с песнями о победе. Это день, когда мы все объединяемся одной памятью и одной благодарностью за мирное небо сегодня над нашей головой. По традиции концерт собрал великую колька зихледат шоу и удельников. Кожный пришел со своей историей. Мой праздник Владимир Власов был пекарем, который по окончанию смены собирал остатки хлеба и отдавал их нуждающимся и многодетным семьям. Поглядеть на святкование дня Пирамоги в Могилеве так само приехали шмат гостей. Мы видели, что здесь есть особая дата 80 лет освобождения Беларуси. Но мы переполнены гордостью за этот праздник и очень рады здесь побывать на 9 мая. Именно здесь. Некольки тысяч человек объедналися у патриотичной акции «Праспеваем День Пирамоги». В этот час небо на Дняпром раскрытся у святочный фейерверк. День Пирамоги! День Пирамоги! День Пирамоги! День Пирамоги! Карына немцева Леонид Сикорин новины региона. 12 детей народились в День Пирамоги в Могилеве. По традиции счастливых мам повеншевали простонники громадской организации «Белая Русь». Долго жаканного сына Оксана Разганова назвала Иваном. У День Пирамоги жанчина стала мать и другий раз. В иншиванне с подвойным святом она примала разом с иншими жанчинами. Предполагаемая дата рода была на 8 мая, но получилось на 9 мая, к чему я очень рада, потому что это действительно прекрасный праздник, достойный для рождения новых людей. Радостное событие, подарки, все улыбаются, поздравляют. Все хорошо. У День Пирамоги замест параду у родильный дом поспешалась и Евгения. Тут у Могилевской городской больницы худкой медно-помоги у 9.45 на свет заявилась Милана. Третья дитя у семьи. Приятные и неожиданные, если честно. Думаю, 9 мая для роддома не такой праздник. У сего у Могилевина святой Пирамоги народились 12 детей. Два хлопчика и две девчинки у роддома Могилевской городской больницы. Простовники громадского объединения «Белая Русь» повиншовали жанчин с этой значной подеей у их жити. У них тоже получается двойной праздник праздник со слезами на глазах, как и 9 мая, потому что рождение ребенка всегда говорят сопровождается слезами, плачем. Но это хорошо, когда дети плачут, и мамочки на расчастье плачут. Очень отрадно о том, что среди мамочек у нас есть и многодетная мама, у которой уже трое детей. Это замечательно. Это говорит о том, что у нас в государстве все создано для того, чтобы люди жили, трудились, рожали. Значит, у нашей страны есть будущее. На Могилевшине этой доброй традиции веншовать новородженных у значные даты для нашей державы больше 5 лет. Испытаться простонники громадских объединений не мают намера. Юлия Новласова, Александр Тарасов, Новины региона. На малой сцене Могилевского областного драматичного театра отбывся премьерный показ спектакля «Просто ты умела ждать». Спектакль-концерт заснованный на реальных подеях з листов фронтовика-вызволителя города Могилева. Я считаю, что этот спектакль нужно посмотреть всем, любого возраста, потому что у войны возраста нет и у памяти тем более. Нужно помнить и знать, с чего все начиналось, кто стоял за то, чтобы сейчас над нами было мирное небо. С повагой до подвигу вызволителей середняя школа номер два города Могилева до 80-ти годов вызволения Беларуси однямецко-фашистских захопников подрыхтовала миротворчий проект, за яким стала левшей в области. Теперь школа будет представлять Могилевщину на национальном взлете школ миру. С крысовика школа включилась в миротворчий проект. Символичная назва в памяти на зауседы. Проект начинается одразу с у выходной группы. Я хочу рассказать вам про моего прапрадедушку Ползунова Василия Степановича. Он был летчиком во времена Великой Отечественной войны. Участвовал в операции «Звездочка» по вызову воспитанников Полоцкого детского дома номер один. Моя прабабушка со своей мамой и тетей увидели ужасы войны в концлагере Азарича. А папа моего прадедушки воевал за наше мирное небо. Середняя школа номер два уже как 7-й год носит гоноровое звание школы «Миру». Те перешнее поколение тут выховываются на подморку пашаны-продка в заховании традиций, уживающую сучасные технологии. До дня перемоги наученцы школ «Миру» в том лику из российских школ разом спели И это все, на мой взгляд, дает возможность детям знать, обязательно помнить, сохранить эту память и передать ее дальше поколениям молодых достойных ребят. Какие формы и методы применять в воспитательном процессе? Конечно, основаны на патриотизме и любви. Безусловно. Это даст нам всем жить в сильной стране, в стране, которая может, собственно говоря, для своего народа сделать все. Самая великая колькость школ мира в Беларуси, как раз на Могилевщине, в Червине, наша школа представить в область на национальном взлете школ мира в Витебской области. Жидаем поспеха у юным миротворцам. Кристина Каранкевич, Денис Жавина, Новина региона. Про злочинство и пад белочервона белым стягом и не только. На передние дня державного герба стяга и имна Республики Беларусь Игорь Мрзалюк прочитал лекцию для молодых. Вы можете по-розному ставиться до тех-ти инших символов и сюжетов, але вы при нам все можете видать правду, как оно было насам речь, у адрозненне от того, что заявляется мифом, мистификацией альбо звычайной банальной хруснёй. Игорь Мрзалюк побудовал лекцию, посылающийся на свою книгу «Символы беларуской вечности». Усю гисторию беларуской державности праз герб и стяг автор смесил у 320 сторонках, обопирающийся на архивные документы и фотографии. Она и для хатной господины, и для идеолога, и для студента, и для человека, который в ничем сомневается, начитавшись, скажем, не самых якостных текстов в интернете. Важный эпизод присвячен и гистури бело-червона-белого стяга, который прошел шлях от нейтрального до стяга беларуских колаборационистов, тех, кто спаливал везки и людей. Они заплямили его навечно на самой справе. Ну и те, кто сегодня мариц приехать на чужих танках и забивать беларусов в Беларуси, они являются переемниками этой традиции. Безумовно. Полное интервью Игоря Мрзалюка про историю державной символики глядите 17 мая у программе «Днями». Марта Милосердова, Ягор Малейко, Дианис Жавина, Леонид Секорин. Новины региона. С 10 по 16 мая на улице Пионерской у Могилеве перекрытый рух транспорту. Тут будут ремонтовать дорогу. Аутобусы и маршрутное такси рухаются по альтернативных маршрутах. Протяженность участка чуть более 1,7 км. Этот участок будет разбит на три этапа. Первый этап – это улица Болдина-Лепешинского. Тут будет перекрыто движение. Постараемся все сделать в максимально сжатые сроки с учетом погодных условий. И про надворье. На субботу синоптики прогнозуют дождь местами. На больнице – холодный ветер, причем с паровыми до 18 метров за секунду. У ночи – плюс 2, плюс 7 градусов. У день – плюс 10, плюс 15. По словах синоптику, надворье будет вызначать атмосферный фронт и повышение атмосферного тиску. У недели – у день короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. Ветер дать 14 метров за секунду. У нашей заморозки до минус 3 градусов. У день – плюс 9, плюс 14. У понеделок без опадки. У нашей заморозки у день крыху теплей. Плюс 11, плюс 16 градусов. И до середины ты дня только слупок термометра по крыху будет расти. У день – от 13 до 18 градусов тепла. Актуальные новины в области на нашем сайте и у телеграм-канале Беларисчатыры Могилёв. Так само глядите нас у социальных сетках. А я на гитм с вами развитываюся. Дякую за увагу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова